Ну, сейчас мы об этом еще поговорим. Давайте вот Лиду послушаем сейчас. Лида, привычка писать бесконечное количество смс человеку, который нравится. Не могу себя остановить, когда это необходимо, особенно при конфликтах. Страх отпустить, уперто доказываю свою правоту. Очень много тезисов, но они все, что называется, по делу. Лида, звоните. Как мне нравится. Так, Лида, привет. Привет. Здравствуйте. Лида, давайте, рассказывайте, как это выглядит. Поподробнее, давай смотри по тезисам. Лида, привычка писать бесконечное количество смс человеку, раз, которое нравится. Не могу себя остановить, когда это необходимо, особенно при конфликтах, два. Страх отпустить, три. Уперто доказываю свою правоту, понимая, что я не могу все знать, четыре. Я думаю, что с смс кому-то опять же связано. Вот, то есть, допустим, если я с кем-то знакомлюсь... Сейчас, прости, извини, Лид. Аня, предсказание не грустное. Вы сами себе делаете последствия без своим бездействия. Понимаете, это примерно то же самое, что человек придет на магнитно-резонансную томографию, у него обнаружат первую стадию онкологии, и ему скажут, либо ты сейчас действуешь, и все будет хорошо, либо ты бездействуешь. Он говорит, я буду бездействовать. Приходит через два года с четвертой стадии, они говорят, ну и какого хера ты бездействовал? Это не предсказание, это последствия бездействия людей. Лид, поехали. Давай, начинаем. Привычка писать, бесконечное количество сообщений человеку. Вообще, что вы думаете по этому всему поводу, и с чего вы начали бы? Ну, с чего? То есть, у меня, в принципе, не один раз уже постоянно эта ситуация возникала, что меня вот с смс-ками как-то вот, ну, проще говоря, заносит. Нашу мозг, можно сказать. Смотри, ну, понятно, что вынос мозга – это последствия. У нас, значит, есть последствия, это смс, да? То есть, в реальной жизни, просто, вот, с глазу на глаз, я абсолютно спокойно, нормально общаюсь. Угу. По телефону разговаривают тоже, то есть, как начинается, особенно, если какой-то конфликт с человеком, или, например, пропадет там какое-то время, я не понимаю, где он, что с ним, почему, вроде бы все было нормально, и вот я начинаю строчить. А что значит, где он, что он, все было нормально, что вы имеете в виду? Ну, например, встречаюсь с человеком, вдруг он пропадает. Встречаетесь в каком смысле? Встречаюсь. Отношения. А кто вас узаконил в отношениях? Да никто не узаконил, просто вот у меня какая-то привязанность какая-то такая начинается. Угу. Не знаю. После чего у вас начинается привязанность? После чего, ну, как побольше узнаю человека, понимаю, что меня к нему тянет, все, мне вот хочется именно с ним общаться, больше никого не видеть, не слышать. Угу. А вот тут, ну, соответственно, мне постоянно хочется с ним переписываться. Мне везет обычно на тех, кто переписываться не любит. Хотя, в принципе, если мне человек не нравится, то есть я сама не очень, как бы, отвечаю. Да нет, не знаю, там на СМС и все. Смотри, подожди. Здесь просто такая многофакторная история, надо ее объяснить поэтапно. Значит, первое. Вот эта история с СМС-ками и вот эта вот история с вашим поведением, это последствия очень сильно поднятых эмоций. Это понятно? Ну, конечно. И вы начинаете терять самообладание и начинаете делать глупости. Ну, да. Откуда это идет? Это идет от повышенного градуса. А повышенный градус откуда идет? Он идет от определенных требований и ожиданий. То есть, сначала у вас возникает требование, слушайте внимательно, требование, ожидание. Затем они, естественно, по каким-то естественным путям не реализуются. И вы испытываете эмоцию. Вот, давайте подумаем сейчас, какие требования и ожидания не реализуются, что вы испытываете эмоцию. Я хочу ответных тех же чувств, как бы от человека, как сама к нему отношусь. Нет, вы не хотите, вы требуете. Требую, требую, да. Получается, что так. То есть, вы предъявляете требования окружающим людям, чтобы они соответствовали вашим ожиданиям, поведению, которое вы считаете нормальным. Ну, мне хочется постоянно внимания. Да. А они под это подписывались? Ну, нет, конечно. А как вы можете от них этого требовать? Ну, не могу, да, не могу. Просто у меня такое ощущение, что вот, допустим, у меня редко кто вот так нравится, да, допустим, ищешь, ждешь. Да дело не в этом. Какая разница, ищешь, ждешь. Вопрос не в этом, вопрос в ваших требованиях. Смотрите, как вы эгоистично сейчас рассуждаете. Мне очень редко кто-то нравится, если мне кто-то понравится, он должен делать теперь так, как я хочу, по факту, что он мне понравился. У меня к вам вопрос такой прямолинейный. Какого хрена, если человек вам понравился, он должен все побросать и начать делать, как вы хотите? Да никакого получается-то. Ну? Ну, я настолько вот это все вроде бы и понимаю, но вот как опять ситуация... Нет, не понимаете. Если бы понимали, было бы все по-другому. Давай разберем чуть-чуть по детали. Лид же, да? Да. Лид, смотрите, давайте немножечко с когнитивки зайдем. Вы на каком сезоне были? Ну, я давно была, весной. Давно. Помнишь такое долженствование и ожидание? Да, конечно. Как выглядело бы более человечное, гибкое и здоровое отношение к ожиданиям от молодых людей? Можете мне, ну, накидать своими словами? Ну, да. Давай. Было бы классно, если бы человек... Давайте забудем это... Подожди, подожди, извини, подожди, извини, тормози. Давайте вот не про было бы лучше, что-то я так устал от этого. Давайте я бы хотела. Я бы хотела, чтобы человек относился ко мне так внимательно, как я хочу. Звонил мне столько раз, там, за день, что я хочу. Чтобы дарил мне комплименты, там... Такие, как я хочу, в том объеме, в котором я хочу. Да? Я понимаю, что все, да, я понимаю, что все люди-то разные, и не факт, что вообще он воспитан именно вот так, что его воспитали... Его должны были воспитать под вас, да, соответственно? Под меня, да, что я другая семья. То есть, я бы хотела, чтобы человек родился, воспитанный под меня. Да? Ну да. Клево. И вы считаете, это нормально? Да нет, конечно, не нормально. Ну так давайте еще раз заново. Я бы хотела... Поехали. Я бы хотела, чтобы мужчина соответствовал моим ожиданиям. Во всем и всегда, да? Потому что показывал мне так. Во всем и всегда. Ну да, во всем и всегда. Но? Нет, мне не обязательно во всем и всегда. Это будет, наверное, для меня уже как-то притрог. Потому что кто оказывает слишком много внимания, они ведь мне сразу удалят. Почему-то. Вам все-таки нужен огонек, да? Мне нужен, да. А что вам дает этот огонек? Другозначенность, да, наверное? А, даже вот не знаю. Не очень понимаю пока. Ну, смотрите, давайте разберемся сначала с ожиданиями. Вы говорите о том, что мужчина, особенно который вам нравится, должен соответствовать вашим ожиданиям и делать так, как вам удобно и хочется. В то же время, когда он соответствует всем вашим ожиданиям, вам становится приторно и вам становится скучно. То есть все-таки вы хотите, чтобы он где-то делал, а где-то не делал, чтобы вы ему воздух попросили. Ну, да, наверное. В принципе, я так вспоминаю, вот, я бы не сказала, что там молодые люди, которые у меня были, которых я была влюблена, например, они... Я бы сказала, что по всем соответствует моим ожиданиям, но, тем не менее, у меня же были к ним чувства. У вас были к ним не чувства, у вас были к ним эмоции. Эмоции потребительские исключительно. Потому что, когда вы, человек, испытываете чувства, ну, если вам интересно про чувства, которые возникают между личностями, это прежде всего, чем... Вот, хотите понять, вот, одним словом, кто хочет понять между вашей примитивной любовью и то, что является отношениями между двумя людьми? Вот, разница в чем. Хотите понять? Кто хочет еще понять? Вы сейчас поймете, насколько вы вообще с вашей философией про вашу псевдолюбовь тут очень далеки. Отношения двух личностей, которые подразумеваете вы, называя слово любовь, на самом деле на планете, называется уважением личности. Когда вы говорите, я люблю тебя, вы вкладываете понятие абсолютно не такое, которое изначально подразумевает то, что вы пытаетесь вложить. Отношения двух людей, это история про уважение личности, про заботу к личности, уважение, забота к личности и право личности. А вы вообще не знаете, что такое уважение и право. Но иногда вы заботу проявляете, и это очень корыстно, чтобы вам вернулось в ответочку. Но в большинстве случаев вы не уважаете людей, и вы не уважаете их права. Вы просто требуете от них, чтобы они делали так, как вы хотите. А то, что вы назвали вашей любовью, на самом деле является вашими эгоистическими и моральными принципами, эгоизмом и вашим эго. Либо вашим чувством частной собственности, либо желанием опереться, потому что на ножках стоять не умеем. Либо истории, кому он достанется, кому она достанется, он моя, а он, она моя. Либо прочие невротические эмоции, чувства собственности, привязанности и так далее, которые вообще никакого отношения к любви и к отношениям не имели никогда. Потому что, когда человек любит, вашим термином, он уважает прежде всего выбор человека. Он не навязывает ничего этому человеку, потому что он его уважает. В лучшем случае он может его поддерживать и рекомендовать. В лучшем случае он уважает права человека на самоопределение, самоидентификацию. Он даже уважает выбор этого человека выбрать потом другого. Потому что любовь, она очень широкая. И если, возьмем меня, предположим, если я действительно люблю человека, я уважаю его права и я уважаю его как личность. Мне никогда в голову не придет идея смотреть телефон, смотреть какие-то вещи с целью какой? Начать предъявлять претензии и начать устраивать скандалы, потому что это не про любовь. Когда вы любите человека, вы о нем заботитесь, уважаете и чтите его права на самоидентификацию. И если этот человек ко мне приходит и говорит, Леш, я встретила парня, который обо мне заботится и который мне очень нравится, поскольку я люблю этого человека, я говорю, я за тебя очень рад. 99% в этом зале не будут рады. Они будут обижены. Вот вы будете в бешенстве, это понятно. Это одна патология, а большая часть будет обижены. Обиды, бешенство и все вместе. Вот те, у кого обида и бешенство, те вообще не знают, что такое любовь. Они знают, что такое больное эго. И то, что вы рассказываете из сказки мне Венского леса о том, что вы любили, это сказки Венского леса. Понимаете? Это вообще не про любовь, это про гордыню и про эго. Потому что если бы вы любили парня, как человека, как личность и уважали бы его, как его права, так и его личность, а человек это личность, а не тело. И зовут его даже не так, его просто назвали родители, потому что так в книжке было написано в списке имен. У него вообще имени нету, он личность. И если я ваше тело отключу в реанимационном отделении, вы увидите, что вы и не ваше тело даже. Вы сгусток личности. Поэтому, к чему я? Сегодня прям какой-то эзотерический сеанс у нас был. Поэтому, но все-таки накипело к концу года, пора уже. Поэтому, в вашем случае, Лида, это вообще не про любовь. Это про ваши требования. Это про ваши... И вам необходимо развивать такие чувства в Тибете, это называют бодхичитой. Но вы далеки сейчас от этого слова, я назову это по-человече. Это называется... Давайте я... Это бодхичит, это вообще-то про намерение. Это про намерение помогать и про намерение причинить пользу живым существам и так далее. Поэтому... А тот, кто это делает, называли бы тхисаттвом. Это так, немножко в тибетскую философию. То, что вы говорите, вообще не про любовь. А исключительно про больное эго, про больную гордыню и про больное я. И то, что вы бились в бешенстве со словами, я люблю тебя, придурок. Эта история вообще не про любовь. Эта история про себя любимую. Потому что, если бы вы были способны любить в этом смысле, вы бы пришли бы к нему и сказали, кого бы ты ни выбрал, я буду за тебя очень рада. И я сделаю все, чтобы для тебя, чтобы у тебя было все хорошо. Если тебе захочется поговорить или увидеться, я всегда рада тебе. Чем тебе помочь? Я за вас очень рада. И ты бы пожелала бы этой девушке искренне и ему прекрасных долгих лет совместной жизни. И радовалась бы только за них. Вместо этого... Вот это была бы любовь. Но вместо этого ты будешь брызгать гневом и слюной. И рассказывать всему городу, какой он долбоеб. И она, какая проститутка. Поэтому это вообще диаметрально в другую сторону. Вообще диаметрально в другую. Мне почему обидно бывает? Потому что я все делаю для человека. Ага. Я понимаю, о чем. В итоге получаю то, что получаю. И поэтому, естественно, мне потом и злой придет. Все делаю для человека. Прекрасно. Ну и чего? Если ты... Во-первых, первое. Давай так. Первое. Зачем? Чтобы понравиться. Вот. А не потому, что ты его любишь. Понимаешь разницу? Ты все а-ля все делаешь, чтобы потом у него спросить с дивидендами. Это то же самое, что ты мне звонишь, говоришь, Леша, возьми мне соточку в кредит. Я тебе потом... Ты мне потом будешь должен 120. Ты вот это все делаешь, чтобы потом спросить с него с дивидендами. Это первое. И это вообще не про любовь. Второе. А вот это все делаю. Это стратегия, чтобы получить вот этот справа на спрос. Ты живешь всю жизнь, спрашивая с людей, и торгуешь товаром под названием «я тебе, ты мне». Когда человек любит, он искренне желает человеку добра и счастья, не прося ничего взамен в принципе, и очень рад какой-то взаимности. Это не про бесконечную преданность в этом смысле и отдам все. Это просто намерение помочь человеку. Именно эти намерения определяются потом кармой. Они ваши все делают. Потому что если ты а-ля все делаешь, а потом с него спрашиваешь, ты себе гадишь карму с точки зрения тибетской культуры. Если ты искренне намереваешься помочь человеку, и он тебе об обратку ничего не дает из мирского или из внутреннего эмоционального, это вообще никак тебя не трогает, потому что у тебя нет пожелания, чтобы он этого делал. Ты просто это делаешь, вообще не задумываясь о том, что тебе вернется. И вот это и есть развитие кармы и развитие личности. И то, что вы назвали там, ну не важно, просветлением, это история, когда вы делаете во имя людей без желания спросить потом с прибылью. Именно потом вам приходят деньги, именно потом вам приходит популярность и успех, и все говорят, блядь, как вы это делаете? Если вы возьмете массу примеров, вы увидите, что люди намеревались причинить пользу, фанатично даже отчасти. Я вам могу сказать, что Билл Гейтс был очень близок к тибетской культуре. И его идея о том, чтобы помочь людям с упрощением в компьютерной сфере, вообще про деньги не думалось. Идея Марка Цукенберга о том, чтобы люди имели возможность коммуницировать, вообще не про деньги. Именно намерение улучшить жизнь людей, именно благое намерение в этом смысле вернет вам то, насколько ровно было ваше намерение. Как только вы намереваетесь что-то делать во имя именно вот такого, не то чтобы корыстного, а если вы намереваетесь не помогать, а намереваетесь получить с прибылью, у вас будут проблемы. Даже если вы в короткой истории заработаете с прибылью, я имею в виду эмоционально и физически, потом вы будете все страдать или потеряете. Поэтому ты и теряешь, потому что все, что ты делаешь для человека, это не намерение, это торговля. И потом тебе показывают вот так, потому что намерения твои нечестные, неискренние. Нету никакой взаимной любви, Светлана. Это взаимная любовь, это история про эгоизм. Любовь может быть только односторонней. Я искренне люблю свою работу. Мне вообще насрать, как мне это вернется от вас в этом смысле. Я люблю искренне людей, которым я стараюсь помочь. И мне не важно, что они скажут, напишут или сделают. Моя главная миссия – это намерение помочь людям. Все. Как оно дальше будет и стараться это делать максимально профессионально. Как это дальше делается, я вообще об этом не знаю, как звезды сходятся и мне это возвращается. Но у меня есть намерение. У меня есть команда людей, которые это делают в виде бизнес-упаковки. Потому что я не могу этим заниматься. Я ментально не могу к этому прикасаться. У меня есть намерение помогать людям. И я делаю это. А то, что там идут письма, сайты, оплаты – это все хорошо. Деньги в этом нет ничего плохого. Потому что потом эти деньги идут еще раз в намерения. Например, если бы не было денег, мы бы с вами не могли бы видеться, и мои бы намерения не смогли бы реализоваться. Начиная с компьютера, заканчивая временем, заканчивая всем остальным, моим отдыхом и так далее, тому подобное. Поэтому это круговорот. Но эти деньги, пришедшие из чистых намерений и естественным путем в виде благодарности моих людей, они так, как многие сидят и думают, как бы заработать мне лавандос. Возьмем-ка мы YouTube-канал Красикова, все то же самое сделаем и заработаем на популярной теме. Возможно, но страдать они будут по полной программе. Поэтому я немножечко, может быть, отошел от психологии в вашем понимании. Я не знаю, нравится вам это или не очень. Но, Лида, вот то, что ты получаешь, ты будешь получать дальше бумерангом. По закону кармы, по закону как хочешь. Пока ты не начнешь работать над намерениями. А намерения твои очень сильно запорошены дерьмищем под названием больное самолюбие. И все, что ты делаешь а-ля для людей, ты делаешь для себя, чтобы тебя любимую полизали. И тот день, когда ты начнешь делать что-то для человека без попытки получить взамен, и вот как только ты начнешь делать эти шаги, ты удивишься, как появится человек, который точно так же начнет давать тебе, не спрашивая из тебя. И если ты будешь развивать это внутреннее качество, я не буду сейчас их перечислять тебе из тибетской культуры, это бодхичитра, сострадание, ну, неважно. А ты увидишь, как вокруг тебя будут появляться люди, которые так же тебе дают, вдруг ничего не делая и не прося от тебя. А потом ты встречаешь человека, с которым вы просто будете вместе душа в душу, но нигде никто не делает для того, чтобы потом спросить. Он просто делает, чтобы сделать. Это его путь. Вот это на планете называется отношение личности. А все, что вы считаете любовью, полная херня и чушь про ваше больное самолюбие. Понятно? Понятно. Лида, мы можем выложить это? Мне кажется, это очень полезно. Ну, можно, да. Но тебя никто не узнает. Надеюсь. Ну, а как тебя узнают? Мало ли, сколько лет в нашей стране. Какой вывод ты сделаешь? Далить людям добро, не ожидая чего-то в ответ, что вкратце, примерно. Вкратце, да. А смысл? Как ты будешь себе это объяснять? Ну, если бы, то есть, как сказать... Ну, это должно, то есть, самой хотеться просто сделать для человека что-то, но при этом... Не только потому, что, допустим, он тебе нравится, не потому, что ты от него трудешь. Ну, и тоже в работе. В работе та же самая ситуация. Вот смотри, я тебе пример приведу. Ты, когда кормишь кота, ты кота кормишь, когда он, чтобы... Ты говоришь, я тебя сейчас покормлю, а ты потом вечером будешь мурлыкать возле меня. Ты кота... Нет, кот он такой... Ну, вот смотри, ты, когда кота кормишь, ты думаешь о том, чтобы он мурлыкал потом? Да нет, нет. Нет, ты его почему кормишь? Ну, потому что он голодный. Он голодный, и ты о нем что? Забочусь. Вот это и есть любовь. Почувствовала? Ну, да. А ты что делаешь со своими мужиками? Требуешь что-то. Вот и все. И если ты хочешь увидеть, как это проявляется у котов, корми его для того, чтобы он тебя мурлыкал, и чтобы он тебя радовал. Вот тогда это будет точно такой же пример, который ты делаешь в жизни с людьми. Понятно. Тебе будет это очень сложно, я тебе сразу скажу. У тебя вот эта больная тема самолюбия, про смс, и про все то, что тебя бомбит, это все про требования и про ожидания. У меня с самооценкой проблемы с детства. Я понимаю. Тебе предстоит огромный путь с помощью когнитивной терапии, чтобы начать себе объяснять о том, чтобы обвить тебе требования и ожидания. Проблема у тебя еще одна в том, что ты отчасти не хочешь эти требования и ожидания подвергать сомнению, ведь так ли? Потому что ты считаешь, что ты права. Ну да, то есть я постоянно доказываю, доказываю что-то в этих смсках. Там, допустим, что он там с другой обязательно был. Он говорит, нет, я на работе. Нет, я говорю, нет, не может быть этого. Сама ты понимаешь, что вариант, где он был, может быть миллион. Ну и что тебе это дает, вот этот вот вариант? Ну и дает, что я и сама себе, может, вношу, и мы, вношу, и все. Нет, это понятно. А дает-то тебе что? Разрыв отношений мне дает. Ну и страдания тебе это дает. И страдания, да. Значит, ты выбираешь страдать, да? Получается, что так. Ну вот и будешь получать страдания. Это было такое, что человек, например, говорит, я не понимаю, что с тобой, то есть, например, вместе все нормально, ну, в реальной жизни. Как только там, например, уезжает, что случается, как будто у меня мозг там сразу это, как дать, что-то там, ключ какой-то поворачивается, и все, и меня понесло. Как опять рядом, все вроде бы опять нормально. Но потому что конфетку изо рта вытащили, потому что человек, который испытывает любовь к человеку, к личности, он не испытывает чувства частной собственности. А у меня это и есть, да. У тебя не то, что это и есть, это торчит. Это большой личностный путь. Он не делается вот так. Это огромный путь, который требует огромного количества ментальной работы над своей личностью. Потому что это не год и даже не два. Это огромный путь работы над собственным эго, чтобы научиться любить и уважать личность, и научиться уважать его права и независимость. И очень четко разделять, где вы делаете во благо человеку от искренних намерений, и где вас бомбит, потому что любимого вас обделили, или сделали не вам, или уделили внимание не вам, или еще что-то. Это... Но когда вы этого достигнете, в каких-то местах это назвали просветлением, вы поймете, что вы безумно свободны. Если вы посмотрите... Хотите посмотреть об этом фильм, о чем я говорю? Есть один фильм, он такой... Но там очень точно это показано. Или почитайте историю буддизма. Как принц Сиддхарта стал Буддой просветленным. Посмотрите фильм, он называется «Маленький Будда». Вот прям не полинетис, посмотрите. Он небольшой. И там очень хорошо показан путь принца Сиддхарты и то, как он стал просветленным. Когда он сел в конце под дерево и стал медитировать, он стал сталкиваться с разными собственными вещами. Гордыня, соблазны. Там это все очень хорошо показано. И вот от расщепления в виду, где гордыня, где соблазны, где вот эта одна часть, и благое намерение, и любовь, и сострадание в другой части, это есть то, что многие называли просветлением. Поэтому ваше просветление в этом смысле это история отказаться от внутренних скрежетаний собственности, эго и так далее. Но это не про самооценку за плинтусом. Это про то, что я уважаю людей и я уважаю личности. И у меня нет к ним прав на частную собственность. И если кто-то из этих людей выбрал как-то поступить, если этот человек счастлив, я за него счастлив. Я буду помогать этому человеку по мере своих возможностей. Они отдавают все до копейки. Если я могу, я помогаю. Если я, если мне нравится девушка, а я ей не нравлюсь, это прекрасно. Это нормально. Я все равно буду помогать и по мере возможностей, если это потребуется. По разным аспектам. Старайтесь делать для людей, которые вам близки, и вообще для всех окружающих, просто полезные вещи. Без попытки спросить с прибылью. И вы увидите, как вы будете, Лина, меняться. Попробуете? Да, обязательно. Спасибо. Успехов вам. До свидания. Спасибо большое. Да, сегодня занятие, конечно, интересное. Ну... А вам, Катя, никогда не рассказывали про это. Просто огромное количество людей спутало. Понимаете, в этом большая проблема. Вы спутали ваше эго, ваши амбиции, ваши чувства собственности, которые связаны с детством, с папой, с мамой, с потребностями, с любовью. Потому что вам не определили любовь изначально. Вы просто перепутали. Вы первые в детстве столкнулись с чувством собственности, эгоизмом, самолюбием. И вы почему-то посчитали это про любовь. Это не про любовь. Про любовь это про заботу, про уважение, про желание, чтобы человеку было хорошо. И это про любовь. А то, что у многих у людей про эти страдания, ни один человек, который любит человека, не страдает. Нету страданий в любви. В любви есть только искренняя радость за людей. И когда человек умирает, мы можем, конечно, в Тибете плачать не потому, что они... Давайте я по-другому скажу. В тибетской культуре принято плакать по усопшему сначала, потому что они скучают. А потом принято радоваться. Потому что человек, ну там, по своей философии, пошел в реинкарнации, там, барда-табол, там, всякие эти слои, там, бла-бла-бла, идет реинкарнация, там, в общем, целый процесс идет. Но дело не в этом. Они радуются. Только у нас, потеряв, люди убиваются горем. Потому что это из частной собственности. Если вы любите человека, который от вас ушел либо физически, либо морально, вы за него должны только порадоваться. С точки зрения смерти, потому что его ждут улучшенные качества в реинкарнации, воплощения, и так далее, там, кто-то про Бога ходите, про Бога, рай там, как угодно, определяйте себе, но радуйтесь. А вы все скучаете, да вы все плачете, потому что это про вас, потому что вам хочется, чтобы вас этот человек радовал. Вас, вам хочется, чтобы этот человек был рядом с вами. Потому что этот человек рядом с вами опять дает вам цирк шепито. И это все про ваше эго и про ваше самолюбие. Спасибо за внимание.